А, секретный гараж Купчино. Дверь зелененькая, секретная. Открывай! А че в глазок не смотрим, не спрашиваем кто? Он заварен. Я понял, пошли. Здорово, братишь. Ну че, как дела? Ничего, нормально. Ну а че так холодно-то? На улице-то теплее. Теплее на улице, ты бы хоть батарейки включу. Да кондиционер работает. Я понял. Капец. О, легенды стоят. Как там русский народный автомобиль? Гелендваген. В процессе? Морду ты собрал? Да, почти. Там оптику осталось поставить. Огонь. Ну вот он. Че он на рельсах-то стоит? На Берлин? Это же Гелендвагон. Гелендвагон. О, Васян! Привет! Вернее, привет! Ну рассказывай, морду ты собрали. А, вообще красавчик. Морду собрали, покрасили. Давай, рассказывай. Да че рассказать, все же видно. Нет, ну че. ВД 40, вот. Я понял, ладно. Скажи, что вы думаете о Гелендвагене? Что вы думаете о Гелендвагене Тони? Да-да-да. Вот у этого человека Субару и ТАСС. Что? Что ты показываешь пальцем на гелик? Я не понимаю. Я не понимаю, что я здесь делаю. Парни, я нахожу здесь уже с вами 20 минут. А мы, собственно говоря, ничего нормального-то и не сделали. Давай, давай, давай. Секретный гараж в Купчино. Легенды находятся. БМВ в 30-м кузове когда-нибудь обязательно восстановится. Вообще, корвет, какая-то чепырка. Боня, 700 лошадиных сил. Вот хозяин здесь, понимаешь? Провода ищет какие-то на фары. Васян его хочет чпокнуть. Да, теперь все точно будут говорить, что выйти на раз. Отлично. Что тут еще-то, если надо? Ну и остальные легенды здесь тоже. О! Вот так вот. Блин, провода, провода, провода. Как тут все грустно. Какая-то еще. О, кряколка лежит. Не надо ничего отрезать раньше времени. А это куда идут эти провода? Вот это? Да. Откуда я знаю? Ну, датчик какой-то. Ладно, пофиг, пока не трогай. Давай хотя бы с фарами разберемся, а то он... Давай, давай. Смотри, какой красивый гелик получился. Покрашено все. Видите, провода на фары какие-то болтаются. А в салон они, ты знаешь, куда идут? Нет, тут как бы вся сложность заключается в чем? Соответственно, раньше Юра делал, то есть у него автомобиль заводился, начинает работать генератор. Так. И, соответственно, автоматически включалась фара и ты мог с кнопки на открытие багажника была выведена кнопка, включалась печка. Ну, ты дома сидишь холодно, прикинь. Нет, подожди, подожди. Подожди, подожди. Кнопкой открытия багажника включается печка? Да, но здесь же ты не можешь кнопки открыть багажника. Ну, ладно, хорошо. Ну, вот. Так. А в итоге другой человек, который до меня приобрел автомобиль, он, короче, отсюда все это ампутировал дело. И теперь, хрен его знает, как вообще все включается. Потому что ни кнопок, ничего нету. Но, но провода, вот на фары, вот какие-то провода идут, тут какие-то что-то куда-то идет, короче. Я не знаю, ты электрик, ты разбирайся. Я не знаю. Подожди, ну подожди, да я посмотрю. Выглядит нештатно, сразу хочу сказать. Ну, нештатно. Какой-то колхоз. Ладно, бухнем. На задницу что? Какая коса идет? На задницу вот коса идет. Да? Угу. На задние фонари, да? Ну да. Это пиздец. Вот, пойдем сзади посмотрим. А, да, ну здесь, короче, фонарь стоит. Синон там сзади болтает. Так. Надо эти самые ходовые еще подключить на отдельный тумбер. А, не, ну это нормально. Вот. Так. Это не страшно. Зеркала блатные. Да, поворотники, кстати, надо тоже подключить. Китайские? Кто? Оригинал. Да? Ну ладно. Здесь, соответственно, у нас жопная проводка. Вот она. Раз, два. Один, второй фонарь. Фонари лежат в багажнике. Я понял. Один, второй. Я вижу, да. Так. После этого. А, еще надо эти самые, короче, нарулилые поворотники. Правда, пока они будут рыженькие. Но, в принципе, обещали. Белые подключить. Да ты же, ты же вроде дырки заварил. Все нормально. Мне еще вот такой вот тумбер подогнали. Поэтому, все, огонь, все крутой. Так. А, еще знаешь, что надо сделать? Надо, короче, печку подключить. Там, а, я нашел. Это я уже не делал. Короче, нет, 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 нет. Вот за той кучей проводов, там от печки торчит три провода. На моторчик. Да. Их нужно, короче, тоже куда-то воссоздать. Соответственно, дворники подключить. И пики-пики. Пики-пики, это что? Ну, гудок. Ага. А, еще Карлсон поставить. Ну, вентиляторы, это меньше из наших проблем, мне кажется. Братиш. Что? Это пиздец. Ну, а что делать? Бишь, гелик подешман. Надо же как-то воссоздавать все это. Кто это будет делать? Я? Васян. Ну, видишь, восьмерку лифтует. Под геликой косит, короче. Короче, это хрень какая-то все полная, на самом деле. Я не знаю, как это все воссоздавать. Вот честно, здесь столько вообще по человеку часам. Ни один нормальный человек за это не возьмется. Я не понимаю, что ты истеришь? Здесь на морду идет всего три провода. Смотри, вот это ближний, дальний и масса просто. Я не понимаю. Нам дальний нафиг не нужен, потому что здесь не биксенон. У тебя гелик еще не горел никогда? Сгорит. Вот это вот, что за хрня? Вот как вот это работает вообще? Никто не знает вообще. Что это за хитрослепетение релей? Все вот это вот как-то вот так вообще. Какая-то дедушкина изолента вообще. Что ты истеришь? Найти изоленту. Спасибо. Возьму. Я на самом деле как минимум предлагаю разбить на несколько этапов. Ну, какие? Давай хотя бы зажгем морду. Потом... Сжигать ничего не надо. Ну, фары зажгем эти гребаные с ходовыми огнями твоими. Потом сделаем проводку на задние фонари. И потом уже что там грел? Печка? Поворотники еще. А, ну, поворотники мы можем на край, короче, если здесь от BMW ничего не осталось, мы соберем по жигулевской схеме. На край. Мне кажется, здесь от BMW кроме мотора ничего не осталось. Короче, сразу тогда соберем по жигулевской схеме. Что еще? Печка? Печка, да, дворники. Гудок. 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 Фигня гудок. А дворники здесь какие? Здесь гелезваги нахвата? Да, 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 да. А, что? Сколько проводов там? Даже никто не знает, как оно работает, да? Я не знаю, вон ручка. Вот, вот это вот, вот она. Капец. Она там крутится, нажимается. Бххххх. Короче, на самом деле, давай не вязать друг другу мозги, давай все, что нам сейчас надо для фар. Вот, и я реально предлагаю собрать проводку заново. Что тебе нужно для фар? Один фонарь стоит, второй фонарь вот там на сидении лежит, он на переднем, там же блок синона, проводка там торчит. Ну, окей, клади новую. Провода есть нормальные? Да, сзади лежат. Где? В сидении, да. Провода есть, выключатели какие будем использовать? Если БМВ что не удастся воссоздать, то я тебе дал тумблера. БМВ, рылюхи есть? Рылюхи есть. Есть рылюхи? Да. С кроватками или как всегда? С кроватками. Ну ладно. Ну все, тогда давай все в кучу собираем и пошли собирать проводку. Соберем, зажгем, остальное потом вырываем. Я предлагаю сделать так. Давай. Давай. Знаешь, я вообще удержаться уже не могу. Я знаешь, когда в последний раз в таком положении на гелике стоял в дубоке вообще? Когда? Никогда, в принципе. И не хочу. Кто-нибудь другой попросил бы, я бы этому человеку сказал, вот так он бы я. Ты ж в дубаке, вон тебе солнышко светит, что тебе тепло должно быть. Да дубак он. Так, короче, иди сюда запоминай. Поскольку старой проводки больше нет, ну, короче, ее руками лучше не трогать. Беда бедовая. Вот, Тони, смотри, вот с тремя узелками, с тремя узелками это на поворотнике. Соответственно, левый, правый, да? Значит, и ходовые огни уже в салоне. Там выключатель, короче. Так, давай этот самый, фару сначала. Огонь. Вторую по аналогии сделаешь. Теперь этот самый. Фару выключи, ходовой огонь включи. Огонь. А теперь фару включи. Слушай, мечта. Единственное, выруби фару, пожалуйста. Один диод в этом самом перегорел. Зараза. Ну ладно, диод потом перепаяем. Ну ничего. Огонь. Ты доволен геликом? Конечно, надо бы собрать его. Ну, так а что ты телишься? А что ты телишься? Давай дворники мне подключай. Я тебе сломаю печку подключай. На улице еще холодно. Я хочу домой. Да? Все хотят. Я не хочу. У Вася, ну вон, еще есть занятие. Лифтованный вас. Лифтованный вас, да, колесами вообще. Опасная штука. Да, Вася? Да. Да нам, брат, Семенович. Вася, говори нормально. Нам и так уже все говорят, что мы наркоманы. Нет. Засмущали пацана, короче. Ну реально, да. Зато смотри, как смело. С геликом стал. Как будто его, да? Не, вот так давай. Фонарик горит. Сейчас на самом деле нужен тест на профпригодность. Сейчас, подожди. Привет, млекопитающие. Слушай, а что с ним случилось? Это котик, он любит спиды и валерьянку. Окей, окей. А мы видели пост про гизма? Давайте скрестим виды. Чуваки, мы реально вот кто смотрит, это видим. Мы правда не курим. Мы все ведем здоровый образ жизни, кроме Васяна. Васян сигареты курит, а мы не пьем, не курим. Нас и так прет без всякого компота. Ну правда, только котик любит спиды и валерьянку. Это наше альтр-эго. Да, мы правда дебилы. Первый бибик. Не знаю, года за три.